В Армении все больше разумных и здравомыслящих людей начинают во всеуслышании твердить о том, что это искусственное образование является несостоявшимся государством. Правящий режим, который подстрекал аппетиты полупомешанного, фанатичного населения заявлениями о том, что в кавычках Арцах, Армения и так далее, сегодня после катастрофы 2020 года, готовится отмечать в кавычках День независимости на широкую ногу. В целом, позиция Пашиняновской верхушки понятна. Правящий режим хочет организации праздничных мероприятий помочь населению хоть как-то на какое-то время забыть горечь поражение. Однако, не все армянское общество, как бы странно это ни звучало, все же не окончательно лишенные здравомыслящих людей положительно воспринимают мероприятия правительства, связанные с предстоящими празднествами. Так, член Совета правления партии «Единая Армения» Ваге Давтян на своей странице в Facebook подверг резкой критике проводимые мероприятия и подготовку к празднованию Дня независимости Армении 21 сентября. Давтян написал, что Армения – несостоявшееся государство. В мире есть множество деюре государств, которые де-факто являются всего лишь территориями с государственной атрибутикой. Нужно смириться с тем, что в 2018 году мы пошли по пути вхождения в список таких стран. А в июне 2021 года окончательно подтвердили факт того, что являемся антигосударственным народом. Развивая свою мысль дальше, Давтян написал, «Будучи не в состоянии защитить свою территориальную целостность, подрывая свой же суверенитет, в Армении не имеют морального права праздновать День независимости. Что вы собираетесь с такой помпезностью отпраздновать 21 сентября?» – возмущенно спрашивает армянский политик. «Фиктивную независимость в фейковую государственность?» – далее продолжает он. «У нас нет права праздновать что-либо на национальном уровне, пока земля не станет пухом для пяти тысяч убиенных. Подождите хоть, чтобы год прошел!» – возмутился Давтян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.